Это программа «Экологика». Меня зовут Олег Гербер, а это моя соведущая Дарья Годунова. В ближайшие полчаса мы будем дискутировать о мусоре. Готов ли регион переработать десятки тонн мусора, накопившихся на полигоне? Готова ли каждая семья осуществлять раздельный сбор мусора, бумагу, стекла и пластика? Ну а еще зададим неудобные вопросы Министерству экологии, побеседуем с самой эффектной натуралисткой и, собственно говоря, с директором предприятия, то, где мы сейчас находимся, это Мегаполис Ресурс. Ну а почему мы выбрали именно эту компанию? Посмотрите наш следующий сюжет, и вы все поймете. Мегаполис Ресурс Мегаполис Ресурс – действительно уникальное предприятие. Я соглашусь с этим, но я не думаю, что их так много в нашей области. Их, скорее всего, можно пересчитать по пальцам. Ну, честно скажу, ты заблуждаешься. Для примера я тебе могу сказать, что в Коркино есть завод по переработке стекла, а в Миасе, например, перерабатывают кабель. А в Черябинске вообще делают неубиваемую мебель, казалось бы, из пластиковых бутылок. Ну, например, скамейки. Очень интересно, но где эти скамейки? И так ли они безопасны и хороши? Ну, прекрасный ожидаемый вопрос. Думаю, что все ответы ты получишь из сюжета, который подготовил наш самый экологичный корреспондент Ольга Гаврилюк. Променяла карбонару и фитучини, а с ними юбку, карандаш и каблуки на ветош и спортивный костюм. Вероника Варламова пять лет назад продает ресторанный бизнес, чтобы полностью погрузиться в мусоропереработку. И вот уже почти год Челябинка уверенно шагает в ногу с Германией и Голландией. Материал, который люди используют буквально пару минут после покупки, обретает, попав в ее руки, что называется, вечную жизнь. Сейчас на этой территории находится около 50 тонн пластиковых пэт-бутылок, которые к нам приехали из Курганской области, Свердловской области, Оренбургской области, Челябинской области. Этот объем мы переработаем за неделю и изготовим 50 лавочек современных, антивандальных, эстетичных, практичных и так далее. В тюках, что высотой 20 метров, 5-литровки, литровки и 0,33. Для природы такой пластиковый объем не посилен. И вопреки всему, именно этот материал – ценный ресурс. Пластиковая пэт-бутылка считается самым опасным материалом после ртути и батареек. При разложении в природе, в естественной среде, она разлагается 400 лет, выделяя при этом яды, опасные диоксины, которые отравляют нашу почву и нашу воду. Поэтому такую бутылку надо перерабатывать. На площади в 2000 квадратных метров кипит работа. В трене производства с 8 утра до 8 вечера перерабатывают не только пластик, но и полиэтиленовые пакеты с фруктовыми ящиками. Сейчас мы с вами попали на производство, где еще сапомулировано 50 тонн пластиковых отходов, которые готовы прямо сейчас попасть на нашу производственную линию. Именно здесь, в шумных цехах, бытовые отходы превращают в нечто полезное. Молодой оператор Сергей Быков легким движением руки запускает революцию экологическую. Сейчас мы находимся на конвейере. По нему бутылки поступают в предварительное ополаскивание. Дальше посредством транспортера проходит металлодетектор, после чего дробятся. В дальнейшем происходит ополаскивание, отделение пробки с этикеткой от ПЭТа. Следующий этап – это горячая мойка, после чего она проходит сушку и ополаскивается, и уже поступает в мешок готовой продукции. И здесь от грязных, скомканных бутылок остается лишь измельченная и яркая мишура. Пробка с этикеткой. На втором этапе производства от этой, так называемой, мишуры по разным пакетам разделяют наклейки и сам пластик. И уже измельченные детали – кока-колы, синтуков и свежих соков – уезжают на третью линию. Здесь, собственно, и происходит превращение цветной пластиковой пыли в прочные лавочки. Здесь у нас уже готовый полимер-песчаный материал. Мы его уложили на пресс, сдавим его, получается, и немножко подождем, и у нас выйдет конечный продукт. Давайте посмотрим. Здесь уже готовых два метра материала. Им осталось остыть 10-15 минут. И после покрытия лаком это уже будет готовый материал, часть готовой лавочки. Чтобы сделать одну прочную лавочку, пока необходим один день, 100 килограмм переработанного мусора и 15 человек. Сейчас мы с вами подожгли нашу скамейку и увидели то, что с ней абсолютно ничего не произошло, даже краска осталась на своем месте. Производство чистого Челябинска только набирает обороты, но уже помогает природе мегаполиса. Если сейчас на одну лавочку уходит день, то к концу следующего года за сутки будут ваять не меньше шести. А в год это 2400 штук и 240 тонн переработанного мусора. Но можем-то больше. Кстати, сейчас на территории Южного Урала 13 мусороперерабатывающих предприятий. И вот смотрите, сколько в год каждая из них превращает неликвид в товары первой необходимости. В Тарком 120 тысяч тонн ветоши, бумаги, стекла и алюминиевых банок превращают в ящики двухслойный гофрокартон, синтепон и материал для обустройства нефтехранилищ. У Коркинского завода стеклотара объемы меньше – 25200 тонн перерабатывают в банке. Уральский завод вторичных металлов берет 2500 тонн кабельно-проводниковой продукции и извлекает не только цветные металлы, но и производит грануляты. Чистый Челябинск. Всего за неделю может переработать больше 100 тонн пластиковой тары, фруктовых ящиков и пакетов. И в планах последних не только лавочки, но и антивандальные контейнеры для мусора, а также малые архитектурные формы. Это и скульптуры, и скворечники, и фонтаны, и арки. Кстати, первый заказ на 50 неубиваемых скамеек уже поступил покупатели из северной столицы. Слушай, Олег, ты как всегда во всеоружии аргументы у тебя железобетонные, но у меня возникает масса вопросов. Ну, конечно, Дарья, и без вопросов. Какие еще вопросы? Например, хочу я открыть завод. С чего начать? Допустим, открываю завод по переработке, меня мучают с проверками. И третье – даже дома я заставляю всех сортировать мусор. Куда потом совсем с этим? Ну, смотри, вопросы по поводу открытия завода ты сможешь задать руководителю «Мегаполис ресурсов». По поводу армии проверяющих – резонный вопрос. Спросим об этом Министерство экологии. Ну, а по части уж домашней сортировки мусора у тебя будет возможность переговорить, наверное, уж с самым эффектным натуралистом в нашей области. Сегодня они все здесь, сейчас они вернутся с экскурсии по заводу, и ты сможешь задать все интересующие тебя вопросы. Все, что нажито непосильным трудом. Все, все передаю вам. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, коллеги. Ну, что, Дарья, представляю сегодня наших гостей. Это Владимир Мацук, руководитель, наверное, самого экологичного предприятия «Мегаполис ресурс». Также у нас в гостях Юлия Жукова, начальник управления Организации обращений с отходами Министерства экологии Челябинской области. Ну, и Соня Гудим. Вот тут вопрос. Наверное, представлять ее, может, и не стоит. Ну, конечно, представление не нуждается. Мы еще по Гудим с Гудима, с остальными экспертами рады знакомству. Наверное, все уже догадались, что мы здесь собрались по поводу вопросов, связанных с мусором в том или ином виде. То есть это мусоропереработка, это утилизация, это вторсырье и все, что только вокруг этого происходит. Ну, и для того, чтобы Дарья понимала, я задам, наверное, свой первый вопрос Юлии. У нас действительно еще пока мало мусороперерабатывающих заводов? Или все-таки какой-то процесс идет, и их количество растет год от года? Ну, для начала, наверное, хочется, чтобы все понимали, что такое мусороперерабатывающий завод, да? Да, это не так. Потому что такого термина, грубо говоря, законодательства нет. Если вы имеете в виду под этим формулировкой утилизацию, то есть уже превращение отходов в какую-то продукцию, да, то таких заводов действительно, наверное, в области немного, но достаточно, они достаточно, так скажем, разноплановые. Допустим, тот же вторком перерабатывает у нас и пластиковую бутылку, и бумагу, и старую одежду. А в случае, если имеете в виду под мусоропереработкой какие-то сортировочные комплексы, то их гораздо больше, но они, это первая ступень, направленная на утилизацию отходов. То есть это извлечение из общего мусора каких-то полезных компонентов. Ну вот вы сказали очень интересное слово – мусоросортировка. Вот из моего личного опыта у меня есть товарищ в Красноярском крае, который занимается как раз бизнесом по части мусоропереработки. И на одном из форумов он так с такой горячей речью выступил и прям попросил, призвал всех присутствующих, ну отстаньте от мусоросортировки, пожалуйста, не занимайтесь вы этим раздельным сбором мусора. Мы, как бизнесмены, все равно там доверить историю нашему сложному оборудованию не можем. Мы в любом случае будем сортировать сами. Просто успокойтесь, отдавайте весь мусор нам, бог с ней, с мусоросортировкой. Система раздельного сбора в Европе, когда создавалась, опиралась на технические решения, которые были там 15 лет назад. И, соответственно, она является на сегодня заложником тех технических решений, потому что длинные горизонты планирования инвестиционного, длинные программы. Та же самая автоматическая сортировка с нейросетками, оптическая, это очень новая штука. То есть она в массу пошла года три назад как, а появилась пять лет назад только. И получается, что неквалифицированный, неприятный труд по сортировке, который Европа перенесла на домохозяйство, то есть ведь фактически вместо того, чтобы кого-то нанимать и потом централизованно это сортировать, они сказали, делайте это дома. Зарплату за это платить не нужно, мы больше того вас даже накажем, если вы это делаете, это плохо. Попробуйте на таких условиях нанять всех этих людей, пересчитать человека, часы. То есть это стоит безумных денег, если делать это вручную. Но они сделали это на уровне домохозяйств. А сейчас понемногу тенденция к тому, чтобы вкалывали роботы, набирает обороты. Поэтому вот такая неоднозначность, там, где есть заводы, которые позволяют автоматически сортировать, не нужно привлекать людей с низкой квалификацией, для того, чтобы вручную разбираться в неприятном деле. Там совершенно верно, нет смысла это сортировать, потому что дешевле привезти все вместе, раскидать на месте и доверять роботу в том, как он это сделает. Смотрите, Соня тогда получается, что вообще непонятно, за чем здесь сидит. И человек сортирует, сортирует, ему говорят, не, не надо, вот ваши товарищи из Красноярска. Реакция какая-то же должна быть. Когда я начала сортировать мусор, я столкнулась со следующим. Я забиваю в Яндексе или в Гугле, куда сдать стекло. Мне выдается несколько точек, я звоню по телефону, мне никто не может ответить, принимают они стекло, не принимают, какой режим работы, как это все осуществляется. Другой момент, очень много контейнеров, которые якобы собирают мусор на переработку, и точно так же эти контейнеры потом вывозятся на свалку со всем остальным. У меня вот ко всем вопрос. Про Соню мы знаем, да, она разделяет мусор, это все классно. Вы разделяете мусор дома? Вот в офисе мы видим, у вас отдельно бумага, здесь проблем не возникнет, да, когда ваши сотрудники приедут, сдадут ту же батарейку, я не знаю, старый монитор или клавиатуру. А дома заставляете разделять? Дома вообще все плохо. Дома они мусором играют. Вот, ну я шучу, но... Мы разделяем настолько, насколько существует на сегодня инфраструктура в городе. Но сколько у вас пакетов? Там, под пластик один, под то, что не переработает другой, треть, пятый, сколько? У нас один пакет, которым регулярно выбрасываем мусор, вот, и когда что-то значимое такое возникает, оно приезжает на предприятие. Я выделяю из мусора макулатуру, потому что мы сдаем ее, у меня двое детей, они оба каждый квартал, нужно носить в школу и устраивать там, в школе устраивать соревнования, кто из детей больше принесет макулатуру. Только вот, наверное, из-за этих побуждений я... Вот эти компоненты, которые у меня есть куда сдать, я выделяю из мусора. Это же вопрос, скорее, уже формирования некой экокультуры. Здесь даже не вопрос, что эффективнее, да? Вот люди будут сортировать или роботы. Если человека, ну скажем так, простимулировать, чтобы он занимался там раздельным сбором мусора, то, ну, мне кажется, что у него будет гораздо менее, меньше желания взять и выкинуть бумажку в пакет. Просто на улице, ну, там, условно бумажку. То есть, к сожалению, мы видим, да, какая у нас обстановка, например, вокруг мусорных корзин на остановках общественного транспорта, да? Очень часто, когда, значит, в мусорном ведре, в урне пусто, зато вокруг чего там только нет. Это действительно формирование экокультуры. И, в принципе, несмотря на то, что даже, вот не будем сейчас, наверное, спорить, что есть более эффективно или менее эффективно, ну, мне кажется, просто необходимо этим заниматься. Вот мы поговорили, что, значит, эта вся история развивается, мусоропереработка, мусоросортировка и так далее. Значит, Соня прекрасно сказала про экокультуру. Ну, вот с точки зрения бизнеса, да, вот, как вы считаете, вообще у этого бизнеса на территории России есть ли потенциал? Ну, если есть, то, может быть, если это не какая-то там коммерческая тайна, ну, что бы вы посчитали наиболее перспективным занятием, вот, с точки зрения зарабатывания денег на мусоре в прямом смысле слова? При делении на ноль любого числа получается бесконечность. Поэтому с эффектом низкой базы, так сказать, с того старта, откуда мы начинаем, любое усилие, даже незначительное, будет казаться чрезвычайно таким ярким, мощным, да, то есть мы, когда батарейки начали собирать, объем удваивался ежегодно. Где вы бизнес найдете, который ежегодно удваивается? Ну, прошло пять лет, и он стабилизировался, то есть вышел где-то примерно на 500 тонн в год. А что, с моей точки зрения, означает, что тот запрос от людей, не безразличных к экологии, которые хотели сдавать батарейки, так вот этот запрос отработан. Просто им сейчас удобнее, инфраструктура существует, ну, по крайней мере, по стране за год добавилось полторы тысячи точек у нас, а объем прирост на 15% только. То есть, с моей точки зрения, означает, что те, кто хотел сдать батарейки, теперь они могут сделать шаговые доступности, вот, те, кто не сдавал, они по-прежнему не сдают, и здесь действительно вопрос образования, вопрос пропаганды, поэтому работы много. Допустим, я захочу выиграть какой-то грант, я его выигрываю, ну, описываю бомбический проект, с чего мне нужно начать, и что мне нужно написать на то, на что мне реально дадут деньги, да, ну, потому что я же понимаю, что это закупить какое-то оборудование и внести свой весомый вклад, вот что будет работать всегда. Я понял, я, что будет работать всегда, люди всегда будут есть. Вот та же Соня, захочет что-то открыть, нет у нее стартового капитала, с чего ей начать? Продолжать собирать бутылки. А и приносить все время вам, прекрасно. Слушайте, почему? 15 рублей килограмм, кто ее останавливает? Она пользуется гуглом, как мы услышали, да, поэтому есть цена закупочная. Но она хочет идти дальше. Собирать больше бутылок. Значит, вас, Соня, не пускают на этот рынок, вот и все. У Даши был один интересный вопрос, и мысль Владимира подводит меня к тому, что по-хорошему задам его я, уж извините, пожалуйста, про внешние деньги, про то, что, собственно говоря, бизнес этот так или иначе умрет, если он будет начинаться с использованием внешнего финансирования. Вот в Карабаше устроили мусоросортировочный завод. Судя по всему, он не запущен, ввоз и ныне там, все стоит, оборудование ветшает. Вот возможно ли, что причина этому всему как раз в том, что вот государственное финансирование или в итоге недофинансирование, или, может быть, еще какие-то причины, Юлия, может быть, подскажете нам, что с этим заводом? Он вообще будет работать, не будет? В Карабаше, да, действительно построен мусоросортировочный комплекс. В конце прошлого года его принимали. На сегодняшний день он не работает, и связано это не с отсутствием финансирования, связано это с тем, что поменялись потоки, так скажем. На сегодняшний день мощность этого комплекса гораздо больше, чем направлялось бы на него отходов. Поэтому мы сейчас рассматриваем вопрос перед дислокации, так скажем, переноса этого комплекса в другое место, где он будет находиться в самом, так скажем, центре потоков коммунальных отходов. Комплекс мобильный, поэтому он не будет, я думаю, не составит огромных средств и затрат, чтобы перенести его в другое место. Картинка на самом деле ужасающая. Там даже стоят две машины, один из которых там мини-погрузчик. Ну неужели этого нельзя вывезти? Меня вот это вот поражает. И тот же мусор, который должен лежать на мусоросортировочной вот этой ленте, он там ветром куда-то задувает. Ну это же кошмар, даже не закрыть этот комплекс. Взять и вывезти оттуда отдельно два погрузчика нельзя, потому что это комплекс, потому что это комплекс, состоящий из весов, из тех же двух погрузчиков, из мусоросортировочной линии, из будки оператора. Вот это вот все комплексом мы возьмем и перенесем в другое место. Знаете, я все-таки думаю, что это как раз вот опять же к той же мысли, о которой говорил Владимир. Если бы это строил бизнес, а не государство, поверьте, можно было бы убрать и погрузчики, и вряд ли бы его построили там, где потоки не сходятся. Ну потому что бизнес очень хорошо умеет читать деньги. Все правильно. В данном случае это все-таки была такая реализация, наверное, там государственной программы. И да, где-то действительно недосмотрели. Но это вот как раз вся история про то, что бизнес, очевидно, активами управляет много лучше, чем наша государственная машина. К сожалению, стоит это признать, но и, по-моему, это признано на уровне государства, поэтому большую часть сфер стараются все-таки отдать в такую конкурентную среду, где законами рынка, собственно, весь механизм отлаживается сам собой. Или вот вы качаете голову, и вы не об этом хотели. Вообще вся тема эко, все вот эти разговоры про эко, эко – это латинский корень – дом. Да, то есть вообще-то все темы мусора – это темы домашние. Ну, то есть это прямо отходы домашнего хозяйства, даже если это у предприятия, это все равно отходы домашнего хозяйства. Но сейчас вектор развития всех и законодательных инициатив, и, скажем так, финансовых потоков, централизации тяготеет. Вот, видимо, будет следующий ход маятника в обратную сторону, ну, тогда это будет местное дело. Понятно, что любой монополист, он распоряжается большим ресурсом, но с меньшей эффективностью. Ну, будут перекосы. Ну, и опять же, видите, мы с вами, как-то сказать, гораздо четче, ярче отрабатываем эмоцию негативно. Вот там, я, честно говоря, не в курсе, что там в карабаше, да, но вот оно возмутительно. А наверняка есть что-то, что работает. А вот то, что работает, оно вообще вопросов не вызывает. Вот смотрите, свет есть, да, софиты светятся, и нормально. Вот, не дай бог сейчас свет выключат, это будет намного более мощный информационный повод. Поэтому, ну, перекос, перекос, разберутся. Ну, на этой позитивной ноте я предлагаю закончить. Большое спасибо, правда, беседа была, ну, и жутко информативная, и даже в каких-то местах и горячая. И никто не подрался. Да, и никто не подрался, это действительно здорово. Коллеги, благодарю вас, ну, надеюсь, не последний раз встречаемся. Мы будем стараться всякие такие болезненные темы подсвечивать и дальше. Ну, а вы в качестве экспертов просто браво. Спасибо большое, Энстер. Спасибо. Спасибо, молодой. Олег, когда я готовилась к этой программе, мне прям хотелось разнести всё и всех. Но отмониторив новости, я посмотрела, что на самом деле не всё так плохо у нас с экологией. Ну, вот видишь, даже тебя мне удалось перетащить на светлую сторону логики против тёмной стороны эмоций. Что же ты там такого намониторила? Первый месяц зимы выдался по-настоящему экологичным. 6 декабря первая леди региона награждает борцов за чистую природу. А юных натуралистов посвящает вокалятам. Хочется представить себе, что через несколько лет чистые изрывы, им нечего будет собирать. Мы научимся раздельно собирать мусор, мы научимся загрязнять нашу природу и вместе беречь Южный Гуран. Ровно через неделю, 12 декабря, десант зелёных высаживается в ДК ЧМК. Агроинжиниринг стартует с завода. Общественники учёные – 600 участников. Кто делится идеями, кто новые аппараты презентует, а кто опыта приехал поднабраться. Например, Амурская область. У них же только началась мусорная реформа. Привлекать к вопросам экологии молодёжь, которая является нашим будущим. И я думаю, что с их помощью, с помощью тех проектов, которые они придумывают, разрабатывают, мы можем улучшать в том числе и экологическую обстановку в области. Форум, конечно, замечательно, но с 14-го в Челябинске начинается пресловутое НМУ. И так несколько дней. Глава региона не церемонится, вызывает на ковёр мимикологии и уже не мягко даёт понять – ситуация возмутительная. Мы днём с огнём второй день ищем источник. Я больше предупреждать не буду, коллеги. Надоело, и не только мне надоело. И на следующий день запаха, как не бывало, испарился, пропал, чудеса да и только. А с 16 по 18 декабря в Москве открывается международный форум-выставка «Чистая страна». И Челябинская область в числе приглашённых во главе делегации Алексей Текслер. Здесь он встречается с Сергеем Ивановым, спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Обсудили смог в южноуральской столице, а после переключились на высокие технологии. Осмотрели мобильный комплекс мониторинга экологической ситуации. Алексей Леонидович, между прочим, не ноет по поводу тяжелейшего наследия, которое ему досталось, а предпринимает конкретные меры. Вот закрыл свалку в центре города, с утилизацией активно работает, с «Росатомом» работает. Ну что, шах и мат, Дарья. А сейчас я тебя ещё одними железобетонными новостями попробую удивить. Ну, точнее, не я, а Ольга Гаврилюк, наш начинающий натуралист. Ну, пусть удивляет. Там хоть есть новость, которая не о туманном будущем Челябинске, а о настоящем. И именно о настоящем. Готовьтесь удивляться, сейчас такое расскажу. О том, что в мире изобретают, чем Россия от всех отличается, и почему для Челябинска пластик – это судьба. Ёлки-палки, пиво-хмель. Амстердам-мастер удивлять. Местные пивовары не варят пенное, вы не поверите, из хвои выброшенных после Рождества пихт и сосёнок. Производители шокировало, что 2,5 миллиона пушистых вырубают специально к празднику. Запустили акцию у себя на телевидении, сдай хвою, и результат не заставил тебя ждать. Собрали 600 килограмм иголок, их переработали, и получился 5-процентный лагерь. Градусное получилось светлым, с ароматами вечно зелёного леса, цитрусовых и хмеля. Цена ёлочного напитка – почти 200 рублей. И продают только в Нидерландах. Макдональдс и Форд объединяются. Нет, автоконцерн не будет поглощать фастфуд. Две корпорации решили вместе бороться за экологию. Рестораны быстрого питания больше не будут выбрасывать жмых от кофе, а будут собирать. После отдавать на завод гигант. Здесь ароматный мусор смешают с другими компонентами, и вуаля, композитный материал готов к применению. Отделывать таким материалом будут автомобили внутри, но ещё и деталям под капотом достанется. Кстати, кофейный наноматериал уменьшит вес запчастей на 20%. Как следствие, топливо экономится, затраты энергии на производство сократятся. Первой моделью, на которой опробуют кофейные запчасти, будет авто представительского класса «Линкольн Континенталь». А вот Левис в Челябинске представил недавно уникальную джинсовую коллекцию «Вейст». В чём уникальность, спросите вы, я вам отвечу. Одежда всех времён и народов изготовлена из бутылок из-под содовой и воды. Да-да, тех самых пластиковых. Технология проста. Тару сортируют по цвету, потом измельчают, дальше смешивают с хлопком, и всё, джинсы готовы. На создание одной модели требуется 8 бутылок. Кстати, на изделии есть специальная метка, сделанная из мусора. Цена штанов из переработанных содовых 68 долларов. На этом у меня всё. К следующему разу обещаем не менее интересные зелёные новости. Пока-пока. Что, Дарья, классно получилось? Очень жаль, что наше время подходит к концу. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что программа «Экологика» выходит один раз в месяц. И именно вы задаёте тон нашей беседе. Звоните, пишите, и мы будем обсуждать именно то, о чём сказали вы. Разложим по полочкам и объясним, пожалуй, даже необъяснимое. С вами была Дарья Годунова. И Олег Гермер. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok